Доброволец, доставлявший еду и лекарства пенсионерам, либо юный герой, спасший утопающего. Врач из красной зоны ковидного госпиталя или педагог, воспитавший не одно поколение кадетов. Все они реальные люди, живущие среди нас, и каждый достоин народного признания. Одноименная акция в этом году в регионе пройдет в 13-й раз. Голосование уже стартовало, по этому случаю на улицах города прошли пикеты с участием волонтеров. Это общественные голосования, в которых представлены 6 номинаций, в них представлены 10 из лучших номинантов. И общественным голосованием выбирается самый лучший. Эти люди вносят свой вклад в науку, в медицину, в образование, в то же самое же волонтерство вносится очень много вклада. Я считаю, что эти люди должны быть известны, чтобы люди о них знали и поддерживали. 60 потенциальных избранников народа. В этом году появились новые номинации. Это память и слава, созвучно году 75-летия Победы. Мы вместе, посвященные людям, проявившим себя в период повышенной готовности из-за пандемии. А также наследники победителей, герои нашего времени, единство и успех, и признание и уважение. Жители города активно поддерживают. Вообще мы должны знать таких людей. Понимаете, мы вместе, признание, уважение. Да, хорошая акция. Спасибо за информацию. Я буду голосовать. Культура и медицина, и все это очень важно для общества. Узнать подробнее о судьбе и заслугах конкурсантов можно на сайте правительства Самарской области в разделе акции «Народное признание». Там же можно и проголосовать. Для желающих выбирать очно открыты пункты голосования. В городе их более ста, в том числе и в зданиях районных администраций. Все адреса указаны на официальном сайте акции. Последний день голосования – 30 ноября. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.